Генеральный спонсор программы – компания «Фаберлик Казахстан». Все знают, что мама должна быть доброй, заботливой, внимательной и бесконечно любящей своих детей. Но при этом она должна быть самой красивой и счастливой. Наши героини признаются, что давно забыли те времена, когда их походка была лёгкой, а окружающие с восхищением смотрели им вслед. В рамках проекта лучшие специалисты в области красоты подарят каждой героине новый неожиданный образ, помогут поверить в себя и откроют новые перспективы развития. Для каждого ребёнка его мама – самая лучшая, самая добрая, самая любимая. А мы ещё учим быть самой красивой. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя красивая мама». И сегодня наша героиня – Айна. Меня зовут Айна. Мне 40 лет. Я работаю в школе, преподаватель информатики. В эту программу обратилась моя старшая дочь. Оказывается, я выгляжу в её глазах очень строгой. Я хочу увидеть её милой. Она совсем потеряла себя, не смотрит на себя, одевается совсем, не знаю, как. Я хочу изменить в моей маме всё. Одежду и прическу, манеры. Я, конечно, не ожидала этого, но, тем не менее, вызов был принят. В ней мне не нравится, как она выглядит. Её прическа мне не нравится, как она одевается. Я бы хотела видеть её красивой, стильной и модной. Особо я боюсь, чтобы меня перекрасили в зелёный или фиолетовый цвет. У меня был бы слишком яркий макияж или у меня были слишком короткие стрыжки под мальчика. Вот этого я боюсь. В ней мне не нравится цвет волос. Ну, хотела бы покороче было. Стильно, чтобы было. И также я бы не хотела одеваться в брюки, в брючный костюм со светлые тона, потому что это не моё. Наверное, облегачивание тоже не моё. Меня это не будет устраивать. Я думаю, что мама очень хорошо изменится. Я свою маму очень-очень сильно люблю. Уважаемые стилисты, сделать с неё стильную мамочку. Ну, в общем, чтобы было всё супер. Айна, здравствуйте. Добрый день. Айна, я, глядя на вас, не могу поверить, что у вас пятеро детей. Абсолютно верно. Вы прекрасно выглядите. Благодарю. И тем не менее, вашим детям что-то не нравится в вашем образе. Как вы думаете, что? Наверное, скорее всего, я выгляжу слишком строгой и одновременно во мнении тепла. Это свойство вашего характера? Или ваша профессия так сказывается на характере? Здесь есть оттенки как профессии, так и, наверное, стойкости характера. Вы строгая мама? Ну, да. Ваши дети вас всегда видят в одном образе? С момента рождения я имею вид в одном образе, да. Это длинные волосы. Либо я их собираю вот так вот в клочок. Или это просто хвостик. Строгость вашего характера, она как-то отображается на вашей одежде? Ну, наверное, да. Я не позволяю себе короткого, не позволяю слишком открытого. Вы готовы меняться? Возможно, кардинально. Я готова меняться. И готова к переменам? Готова. Айна, для того, чтобы понять, насколько вы хорошо знаете себя, насколько вы готовы к переменам, я задам вам несколько вопросов, которые мы подготовили вместе с нашим стилистом. Как вы думаете, какая длина юбки подходит больше всего вашему типу фигуры? Это длина ниже колена. Это правильный ответ? Угу. Идем дальше. Какие оттенки должны преобладать в вашем гардеробе? Как вы думаете? Ну, наверное, скорее всего, яркие. Айна, здесь вы промахнулись. Напротив, в вашем гардеробе не должно быть ярких оттенков. Должны быть только светлые и глубокие темные тона. И последний вопрос. Чего ни в коем случае не должно быть в вашем гардеробе? Облегающих. Прямое попадание. И выреза хомута. Да. Айна, вы большая молодец. Вы достаточно хорошо понимаете себя, свою внешность. Я думаю, что нам будет очень легко с вами работать. Впереди вас ждет знакомство со стилистом. Ура. Алия Бимагомбетова. Дипломированный в Европе с богатой практикой в России, Европе и Казахстане персональный шопер. Алия любит свою профессию и считает, что самая большая привилегия, которая дана человеку свыше, быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни. Алия, в силу своей скромности, Айна, наша героиня, решила не хвастаться своими выходными нарядами и привезла только повседневную одежду. Будем ее разбирать? Да, смотря на одежду, я уже имею представление, что же у нее в гардеробе есть. Я думаю, начинать пора. Так, например, вот трикотажная кофточка. Трикотажная кофточка мне очень нравится. Она легкого свободного прилегания. Единственное, что меня смущает, это вырез на этой кофте, потому что мне кажется, он достаточно расширяет нижнюю часть ее скуловой зоны. А что с ним не так? На какой вырез нужно обратить внимание Айне? Я бы предложила ей V-образный вырез, который немножечко соберет форму ее лица и сделает более утонченным. Переходим дальше. Этот цвет, к сожалению, Айне не подходит. Я бы рекомендовала использовать ей немного другие оттенки для того, чтобы привлечь внимание к ее контрастной внешности. И мы помним, что яркие оттенки мы убираем из нашего гардероба, да? И снова трикотажная вещь. Мне очень нравится этот кардиган. Он достаточно интересный. Единственное, что меня смущает, достаточно вытянутые карманы, которые могут придать объемности в нижней части ее тела. А нам это делать не нужно? Я думаю, что не нужно. И принтованное платье. Это домашнее платье. Я уж побоялась спросить, куда вы в нем ходите. Платье, на мой взгляд, оно немного придаст вам возраст. Даже не немного, а много. За счет мелкого принта расходящиеся две диагональные линии, они еще больше усилят нижнюю скуловую зону. Поэтому это лучше избегать. Алия, стоит ли вообще прилагать особые усилия при выборе домашней одежды? Конечно, Сабин. Женщине должно нравиться то, что она видит в отражении зеркала. Айна такая сама по себе собранная женщина. Дисциплина во всем. Что в отношении с детьми, что в отношении своей внешности. Что будем с этим делать, Алия? Я думаю, что сегодня как раз-таки тот самый момент, когда можно позволить себе быть красивой и самой-самой. Обещаете нас слушаться во всем? Обещаю. Отлично. Тогда переходим в подборки новых образов. С какого образа начнем? Алия. Я бы хотела предложить вот этот образ. Мне нравится образ «Добрая мама». Да. Становимся мягче. И к этому образу я предлагаю вот такие вот туфельки. Да. Очень элегантно, нежно и одновременно строго. Давайте я провожу вас примерочно. Хотелось бы поговорить о темных оттенках на примере нашей героини Айны. На ней не черная одежда, но какая-то она мрачная. Тебе не кажется? Я согласна с тобой. Для того, чтобы быть абсолютно в темной одежде, необходимо иметь очень тонкий вкус. Для того, чтобы выглядеть во всем темном и оставаться при этом стильной. Преобладающий черный цвет в гардеробе не говорит о мрачности характера человека? Нет. Абсолютно нет. Интересно увидеть Айну в этих теплых оттенках. Айна, вы готовы? Выходите к нам. В общем-то, получается, это не то, что теплые, а нейтральные оттенки. Нейтральные оттенки, они хороши тем, что они подходят абсолютно всем. Первый образ мы выбрали для того, чтобы смягчить немного внешность нашей героини. Дело в том, что бежевые оттенки, они дают некую мягкость, и консервативность у нас становится чуть-чуть ниже. У этого образа достаточно высокая универсальность. За счет того, что мы использовали жилет, он стал более строгим, но поменяв жилет на кардиган, мы его смягчили. Если вы боитесь таких светлых оттенков, то то же самое можно проделывать и с темной базой снизу. Я чувствую себя комфортно, и мне нравится цвет, мне также нравится, что оно мне идет, мне кажется. Здесь еще есть такой элемент, то есть капсула настолько универсальна, что мы можем этот жилет заменить на кардиган, который должен быть в базовом гардеробе. Интересно, продемонстрируйте нам. Такой сразу уютный, синий образ получился. Кажется, что она такая теплая-теплая. Мне хочется дополнить этот образ вот такой вот сумочкой и с акцентным платком шелка, который намотан на ручку этой сумки. И еще весь этот образ можно найти в каталоге Фаберлик. Здорово. А еще существует мнение, что не всем женщинам идут вот такие вот бежевые тона возле лица. Это правда? В зависимости от контрастности внешности, но у нас Айна очень хорошо выдерживает спокойные тона. Помнишь, мы говорили о том, что светлые оттенки и глубокие. У нас как раз на контрасте есть светлый оттенок и глубокий. И глубокий. Это идеальное сочетание для вас, Айна. Тогда переходим ко второму образу. Да. Следующий я хочу предложить яркие брючки. Вот такой вот свитшот. Держите. И вот такое вот базовое пальто. И мы останемся в этих же туфлях. Прекрасная подборка. Отправляйтесь в нашу гардеробную. Хорошо. Такой универсальный образ получился. И с жилеткой смотрится отлично. И вот с этим кардиганом. Да, это один из секретов, который используют стилисты. Я рекомендую это использовать для всех. Чем больше плечевой одежды в гардеробе, тем больше образов получается. То есть для любой женщины очень важно 20% поясной одежды, то, что мы носим на поясе, и плечевая, то, что мы носим на плечах, 80%. И тогда образов будет гораздо больше. Здорово. То есть в 20% входят и брюки, и юбки. Да. Совершенно верно. Ну а чтобы выглядеть неотразимо, необходимо правильно ухаживать за своей кожей. Давайте посмотрим советы косметолога. Здравствуйте. Меня зовут Морал. Я врач-дерматокосметолог. Своим пациенткам я всегда рекомендую заботиться о своей коже с молоду, начиная с 25 лет. Сегодня я вам порекомендую маску на основе яблока и сметаны. Нарезаем яблоко на мелкие кусочки. Складываем все в специальную чашечку. Добавляем 1 столовую ложку сметаны. Взбиваем все блендером до однородной массы. Наносим масочку на лицо, на шею, на декольте, избегая зоны вокруг глаз. Время экспозиции 10-15 минут. Смываем все прохладной водичкой. Также можем кожу увлажнить с помощью оливкового масла, либо любого увлажняющего крема. Любите себя и будьте красивыми. Дополнительным уходом для прекрасных дам станет триактивная маска-патч для лица серии Пролексир от Фаберлик. Маска заметно сокращает количество первых морщин, придает гладкость и фарфоровую матовость кожи, мгновенно устраняет следы усталости и стресса, подходит для ухода за кожей после 30 лет. Айна, скорее показывайте нам этот образ. Просто супер! Во втором образе для Айны мы выбрали яркие красные келоты. Но для того, чтобы использовать такие яркие брюки, нам необходимо все остальные цвета сделать нейтральными, поэтому в этом образе у нас присутствуют белый и серый оттенки. Мы не зря выбрали яркий цвет келот для того, чтобы Айна соответствовала новому тренду сезона. Я чувствую себя элегантно, очень деловой стиль, мне нравится, самое главное комфортно. Мне хочется дополнить этот образ либо вот такой сумочкой, если у нас остается красный шарф. Если мы уберем шарф, то мы можем поменять на другую сумочку. Что можно сказать об этом сером пальто? Так как серый цвет подходит абсолютно и сочетается абсолютно с любым цветом, я рекомендую каждой женщине иметь серого цвета пальто в гардеробе. Отправляюсь на поиски. Итак, я хотела показать, что мы можем играть с аксессуарами, убрать шарф, использовать другую сумочку, и образ поменяется. Айна, мне кажется, ваши дети, особенно старшие, были бы в полном восторге от этого образа. Я с вами полностью согласна. Да. Такой уютный свитер. Это свитер от Фаберлик? Да, действительно. И здесь очень интересное сочетание цвета, черный с белым. Как бы, да, это классика. Это позволяет нам подружить такой яркий элемент поясной одежды и такого же аксессуара яркого цвета, спокойно сочетать с черным и с белым. Мы говорили о ярких тонах, которые не должны присутствовать в гардеробе нашей героини. Близко к лицу. Вот это уточнение я и хотела услышать. А оказывается, вы яркие вещи можете выбирать в поясной одежде. В поясной одежде, либо в аксессуарах. Итак, у нас остался еще один образ. Это вот такое вот романтичное платье с принтами и к нему вот такой вот жакет. Проходите, пожалуйста, в примерочную. Мы вас ждем. Алия, я знаю, что ты очень любишь аксессуары, украшения, но вот в этом образе я их не заметила вообще. Мы не использовали аксессуары и украшения, про которые ты сказала, потому что он был очень интересный принт. То есть я правильно понимаю, если у нас есть определенный принт на одежде, то с украшениями нужно быть аккуратнее? Конечно, потому что их просто не будет видно. Айна, мы ждем вас в новом образе. Так, третий образ для Айны мы выбрали в сочетании двух стилей, как романтика плюс классика. Из романтики у нас было романтичное платье, а из классики у нас был джакет. А я не поняла, почему ремень в руках? Я прошу прощения, я просто не знала, куда его применить. А, честное слово. Давайте я расскажу немного про ремень. Этот ремень мы будем использовать поверх вашего джакета. Как вы думаете, почему? Если честно, без ответа. Чтобы вычеркнуть талию. Да, дело в том, что ее плечевая одежда, она достаточно длиннее, нежели ее поясная часть, ее платье. И тогда для того, чтобы этот джакет не крал у нее рост, мы дополняем горизонтальные линии в виде ремня. Мы завязали ремень таким образом. Это сейчас очень трендово, поэтому я рекомендую научиться завязывать таким образом ремень. Ну, чувствуешь. И сюда мне хочется дополнить вот таким вот элементом с сумочкой. Понимаете, Айна, что интересно в этом образе? Вы строгая благодаря этому жакету и романтичная мягкая мама благодаря этому платью. Я бы хотела отметить, что весь этот наряд также можно встретить в каталоге Фоберлик. Здорово. Ты сегодня подобрала интересные три образа, каждый из которых хорош по-своему. Я думаю, вам сложно будет выбрать, но нужно будет определиться с одним. Каким мы узнаем в конце программы? Ну, а сейчас мы хотим поблагодарить тебя, Алия. Спасибо большое за эти советы. Мы все запомнили, правда ведь? Правда. Мне кажется, самое страшное для вас впереди – это работа хайр-стилиста. Что ж, настраивайтесь. Это будет буквально через минуту. Александр Чуриков – настоящий художник, но в нашем проекте необходим его талант хайр-стилиста. Участник международных выставок «Индустрии красоты» в составе делегации «Просвирин.кз». Александр – топовый специалист, многократный победитель конкурсов «Индустрии красоты». Обычную прическу может превратить в произведение искусства. Саш, привет. Сабина, привет. Айна, знакомьтесь. Александр Чуриков, именно в его компании вы проведете ближайшие несколько часов. Здравствуйте, Айна. Добрый день. Саш, я тебе вкратце расскажу о нашей героине. Старшие ее дети предъявляют некоторые претензии к ее внешнему образу. Хотя у самой Айны к себе замечаний нет. Айна, мне очень нравится ваша густота волос. Но с цветом волос я бы поработал. Хочется мне добавить игривости, стильности, легкости. А по поводу длины она мне нравится, но ваши концы истончены. И поэтому они не подчеркивают всю красоту ваших волос. А, кстати, Айна рассказывала, что она всю жизнь ходит с длинными волосами. И эта длина как раз таки самая короткая из всего, что было. Я смогу делать так, чтобы вы почувствовали себя очень комфортно в вашем новом образе. Айна, получайте удовольствие весь этот день для вас. Спасибо большое. Оставляю вас. До встречи через несколько часов. До встречи. Ну что, Айна, вы готовы? Мы начинаем? Я готова. Свет волос Айны черный. Нехорошо было в черном то, что он создавал дополнительную тяжесть. Делал Айну более консервативной. Но для ее образа хочется легкости и воздушности. Поэтому я решил сделать Айне сложное многобликовое окрашивание. У Айны от природы очень богатый и густой волос, что очень хорошо подчеркивает ее колоритность. Но концы выглядят неухоженными, безжизненными и тусклыми. Поэтому я сделал форму, которая сохранила длину и тем самым подчеркнула индивидуальность Айны. В завершении образа текстурные локоны в укладке придали легкость, изящность и элегантность образу. Саша, я иду к вам. Алло, Сабина. Ну, хвастайся. Смотри. Вау. Ты изменил цвет волос, но при этом индивидуальность нашей героини осталась. Здорово, замечательный результат. Саш, ты как, сам доволен результатом? Сабин, я очень доволен результатом, потому что мне очень повезло сегодня с моделью, и мне удалось реализовать все свои планы. Преображение продолжается, и сейчас остался последний штрих. Впереди вас ждет знакомство с Дилей Абдулаевой. Диля Абдулаева очень любит путешествовать. Знакомясь с разными странами, Диля черпает вдохновение для работы. Она президент Федерации визажистов и боди-арта в Казахстане. Высококвалифицированный педагог международного уровня. Диля уверена, что каждая женщина прекрасна, и задача настоящего мастера – просто эту красоту подчеркнуть. Диля, знакомься, прекрасная и строгая Айна. Между прочим, мама пятерых детей. Ничего себе! Она сама признается в том, что слишком строга, и мы сегодня работаем над ее мягкостью. Оставляю вас в компании друг друга. Спасибо. И ждем необыкновенный результат. Ну, значит, начнем? Начнем. Айна, хочу вас познакомить с замечательной новинкой – Фаберлик. Здесь база и тон, два в одном. Очень хорошее увлажнение. База нам нужна для того, чтобы увлажнить кожу и защитить ее. Чувствуете, какое увлажнение? Он очень мягко распределяется, тон очень тонкий, не будет перегружать вашу кожицу в течение дня. Скажите, какую цветовую палитру вы обычно используете? Я использую холодные цвета, холодные оттенки. Это серый, темно-синий. И, наверное, еще и с перламутром немножечко. Есть чуть-чуть, да, да, есть чуть-чуть. Я буду использовать вот такую вот палитру. Обратите внимание, для вас цвета, конечно, немножечко необычные, но они очень красиво подчеркнут цвет ваших глаз, и выглядеть вы будете стильно, эффектно и достойно. Цвет помады я оставлю в секрете. Расскажу лишь о том, что матовость у нас уже не в тренде. Губки будут увлажненные, и чувствовать вы себя будете очень комфортно. Ну что, девушки, я иду к вам. Спасибо тебе большое, Диля. Спасибо вам. Работа прекрасна. Ты просто умница. Спасибо. Ну а вы, Айна, отправляйтесь переодеваться. Через несколько секунд мы увидим результат нашей работы. Айна, выходите к нам, мы ждем вас. У меня есть серьезное подозрение, что вы все-таки сговорились. Потому что настолько гармоничный образ получился, как будто вы все вместе работали одновременно. Сабина, нам, наверное, просто хотелось всем добавить в область Айны легкости. Расставить акценты и добавить мягкости. А мне хотелось подчеркнуть ее шип и роскошь. И у вас все получилось. Это просто потрясающая работа. Айна, наша группа стилистов очень постарались, и мы надеемся, что этот новый образ вам придется по душе. Я в предвкушении чуда. Ну что, открываем зеркало? Стойте. Супер! Я сама себя не узнаю. Я вообще другой человек. Ну а пишите, кого вы увидите? Я стала мягкая, я стала нежная, легкая, воздушная. И при этом я сохранила свою строгость. Я очень вам признательна. Айна, я очень рада видеть это счастье и любовь к себе в ваших глазах. Для того, чтобы сохранить как можно дольше это чувство, наш спонсор, компания «Фаберлик Казахстан» дарит вам этот замечательный подарок. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо большое. Поздравляю вас с новым образом. Преображение состоялось на 100%. Вы молодцы. Преображение. Преображение. Субтитры сделал DimaTorzok Очень мне нравятся счастливые истории. Помните о своей уникальности. И пусть у каждого ребенка будет самая красивая мама. Я очень этому рада. Счастье – возможность увидеть себя в другом ракурсе. Увидеть себя действительно, может быть, возможно, мягкой, теплой, заботливой мамой. Я думаю, что мне положительно оценит этот образ. И им он понравится. Когда я увидела себя в зеркале, в новом образе, я увидела действительно заботливую маму, от которой исходят приятные теплые лучи. Бағдарламанының бастеме үшісі – Фаберлик Казахстан Кампаниясы. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok